Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game и у нас есть три события, да, но возможности пройти три у меня нет, но мы пройдем с две клиников и бонусом потом в конце зайдем либо вот в это событие, там жесть, ну там легкая жесть, а вот здесь тяжелая жесть будет, да, но какие-то у меня динозаврики заняты, но парочку боем можно сделать, но с пахиками будет справиться проще. Там можно амфибий юзать, так что давайте мы сначала разомнемся вот как-то здесь, он подменится, давайте вот так, разомнемся здесь, а там будет видно. Ам-нам-нам, кусать не будем. Так, три-три-три-три-три-три-три-три-три, давайте так. Так, у него тоже платозавр, здесь только аммонит мега вкачаный. Так, у него, значит, по нулям. Эээ, банани чао, бессмысленно даже пытаться защитить, наверное. Тысяча семьсот жизни, аммонитик, наверное, будет бить больше. А, нет, можно было защититься. Давайте пять. Вообще, идеальный удар, правильно? Правильно. Так, атака на три. Ну и, так, а мой платозавр его сможет сожрать? Да, думаю, за четыре балла падению один остался. И даже ген-нодус нам не прикорился, как сказал бы наш эстонский друг. Так, бой номер ту. Открываем на сумчатого льва, да? Ээээ... Эх... Дунки! Дунки! Дунки, Дунки, Дунки! Вот так вот потом. Не, давайте сольем Эдестуса. Вот так вот разберемся. Дунки легко порвет двух пещерных. И даже против Протостеги, да, там сможет тоже что-то там пободаться. Ну, а Эдестус, он же Ужастус, пойдет на корм черепах. Протостеги. Но не сразу. Оу, 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 оу. Он так, ну, что, он на четыре балла ударил там? Или на сколько? Довольно намного, короче. Раз, два. Он покойник, я думаю, у него быть ничего не может. И вот так. Ну, а дальше, короче, сейчас будут унижения, боль, слезы и так далее в исполнении Дунки Леозавра. Так, замечтался. Не заметил, сколько там баллов было потрачено. Ну, атакуем на два. Хватит, хватает и одного. О, рычит он прикольно так, звук такой глубокий в наушниках. Я сижу там, аж прям дибрирует динамик. Прикольно. Ну, в общем-то, еле поцарапал. Куда там какой-то рыбешке тягаться с силой укуса? Хотел сказать, с млекопитающим, но нет, ладно, с рептилией. У рыбешек слабенький укус. А у акул вообще слабенький укус. У них потому что хрящи, а не кости. Единственная кость у акул это челюсти, которые не крепятся ни к чему. Потому у мегалодона укус слабый. По сравнению со всякими там заврами. Ну, вот так пойдем. Эх, жалко. Если был бы укус 2-300, я бы укусил. Так, ну это изи катка. Изи катка, ребята. Здесь такой жести нет, да, как в наземных. Потому что наземные это, это просто прячься. Там такая жесть попадает, бывает. Ну, вообще-то идеально мы забили. Даже лишний балл потратил, но то ладно. Геликус бьет на 3-е, вот это печалька ему. Я его сейчас сразу же хайником и пробью. Оу-оу-оу, прилег поспать. Ну, телеканада выпустить, блин, глазки такие бусинки, как будто бы выпадут. Я немножко, я кривовато сделала, ух, 6 баллов, я мог бы я ошибиться, да? Но, не беда, у меня тут мегамощный телек. Так, три косаря сила удара. И отвечаем на тех же 6 баллов. Тили-тили, тролливали. Так, и вот такой вот у нас набор сумчатый лев. А ну-ка, у меня уже должны работать. Расскриншоты, да, наконец-то после перезагрузки они опять работают. И такой, как будто бы потрепанное чучело какое-то. Так, давайте мы тогда заглянем уж на сумчатого льва. Ух, надо собрать мясо. Давайте заглянем в гавань сначала, что у нас тут интересного. За баксы, гены, соглашаемся. Мяско. Ну, нет, такое нам не надо. Это нам не подходит. Ну, ничего интересного. Здесь еще не освободилось. Так, идем в биокупол. Смотрим на сумчатого льва. Да, вон, Джордж Сколды Лай прикольно выглядит. Серия выходила на канале недавно, так что, кто не смотрел, посмотрите. Так, и вот у нас тут нашествие сумчатых львов. На первом уровне 190. На десятом уровне. Вот так вот, ну, он как у Афиакадона. То есть, мало жизни, много удара. Так получается. Так, клацайся давай. Ну, он полосатеньким становится. И немножко шерсти такой отжирается. Сумчатый львов. Кстати, давайте прочитаем. На самом деле, сумчатый львов является львом. Он состоит в более близком росте с вомбатами, апоссумами, кенгуру и прочей коалами, прочей лабудой. При росте в полтора метра сумчатый львов может считаться самым крупным сумчатым хищником в мире. Кстати, тасманский дьявол тоже сумчатый, по-моему. Сумчатые львы вымерли 46 тысяч лет назад. Возможно, люди просто оставили их без добычи. И, кстати, да, там же у нас была тоже какая-то полосатая собака. Которые сумчатые львы, это сумчатый волк, или что-то такое, тоже вымерли, ну, буквально, там, десятилетия назад. Десять лет, двадцать назад. На сумчатый львов охотится на депротодонов и гигантских кенгуру. Да, кстати, вы в курсе, как зовут гигантского кенгуру. Кстати, он тоже должен появиться, получается. А то, что убитого животного прячет на дереве, как современные леопарды. Но я не представляю, как можно депротодонов сожрать. Даже не догадываюсь. Так, ну, а теперь можно заглянуть и вот сюда. Амфивии. Так, ну, вот этих мы... Мы, помнится, съедали их вообще по-изичу. Так, вот, смотрите, раз-два-три. Раз-два-три. Вот-вот, типа, вот как-то... Как-то так. Вот, не знаю, хватит, не хватит нам. В принципе, вместо первого можно взять вот этого. Интересно. Получится ли пройти этот амфивий. Ну, вот такими вот слабенькими относительно. Мне кажется, для двоих может и хватит, а для троих этих бы не хватило. Три, он уже может меня пробить. Ха, но он сделал роковую ошибку. Он меня не пробил. Кстати, я еще могу пожить. Но нет. Надо было атаковать. Так, сколько баллов я сейчас потрачу, чтобы его пробить? Несчастных две тысячи удара. Это шесть баллов примерно. Три, четыре... Нет, хватило и пяти. Начинаю вспоминать, было такое дело у нас. Ам-нам-нам. Так, ну тут тогда все, все легко получилось. Но это потому, что их два. А ну, сейчас давайте прикинем. Я потому, что я не защищался. Вот, человек, ладно. Я Куртозавра хочу просто использовать. Ну, кстати, а я бы сейчас не пробил его, получается. Да, потому что мне нужно пять баллов, а у меня сквозь щит могло пройти всего лишь четыре. Но Крутик, короче, сейчас все порешает. Так, первый бой хорошо получится. У нас второй будет еще, по-моему, вот такой легенький. А потом будут трое их. Сейчас, сейчас узнаем, короче. Самое главное, это баксы. Завоевать баксы. Да, их пока что двое. Все существа, амфибии. В принципе, можно брать уже... Вот существа покрепче. Вот взять, типа, вот такого. Нет, давайте. 4 700, вот так. Вот так и вот так. Потому что у меня там есть Индораптор. Как раз он и пригодится нам на следующий поединок. Так, ну теперь нам еще должно быть легче. Хотя бывает всякое. Видео там, вот там, возле циферки 2 за гребнем. Мастатензавра есть Велоцираптор. Так. Пора его съедать. Или он меня съест 5 баллов. Так, не хочет он меня есть, но мы сейчас его прокусим немножко. Попробуем его на вкус. Отлично, полз жизни. А, на все 8. Ха, странный он. Или, правда, это была его минимальная цифра, чтобы меня пробить, скорее всего, да? Да-да-да, ему, наверное, надо 4 балла, плюс 4 у меня было. Это мы его заставили проатаковать, так сказать. Ну, на самом деле, смотри, две такие слабые амфибии, даст там, 4000 жизней, справляется с двумя апахикалозаврами. Я мог бы сейчас и защититься без проблем. На 3 балла. Но не пригодилось. Красаутчик. Да, вообще, один астапозавр. Мы знаем, что один астапозавр убивает троих пахигалозавров, ребята. Это легендарнейшее видео на канале, ребята, так что найдите. Кто не видел, обязательно найдите. И посмотрите. Так, ну тут каждому по одному получится. Ну, потому что шесть косарей Гагазуха 30-го пробития, это вам не просто так. Так, этот парень у нас какой-то агрессивный. Давайте успокоим его немножко. Пять, пять, пять. Не пробьет. Ха-ха-ха. Две четыреста. Две пятьсот. Так, у него по нулям. Так, два, три, четыре, пять. Так, а сороковый должен справляться за четыре укуса. Это, насколько мне память не изменяет. Это единственная амфибия, которая может пробить пахигалозавра за четыре укуса, а не за пять. О, на все четыре. Ну да, у него выбора не было. У меня было три, и чтобы пробить хватало одного. Раз, два, три, четыре. Да, шикарно. Ну, а Индораптору хватит и три балла. Прости, друг. Сегодня не твой день. Короче, пустили на мясо шесть, три, семь. Семь пахигалозавров за этих три боя. Та-дам, давайте нам главную награду. Баксы! Сколько дают? Тридцать, 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 сто двадцать баксов. Ну, такое, честно говоря, маловато. Могли бы хотя бы пятьсот давать, лучше тысячу. Так, ну, на этом тогда, ребятки, усё. Всем спасибо, до скорых встреч.